Друзья, всем привет! С вами Диодан. Сегодня мы продолжаем играть в Medial 2 Total War. Я так понимаю, что это, скорее всего, был какой-то баг, связанный с боевым духом, потому что мои войска, только завидев противника, просто берут и убегают, равно как и вражеские войска, только завидев моих воинов, начинают убегать. И что-то это очень странно. Я, сколько вот не играл даже на повышенном уровне сложности, такого у меня не было ни разу. Я склоняюсь к той мысли, что это реально какой-то баг, судя по всему. В общем, странно, странно все это дело у нас выглядит. Давайте мы с вами попробуем просто перестрелять оставшихся бойцов противника, селяне-общинники. Просто неохота мне рисковать своим генералом, напоминаю. Хотя можно попробовать сейчас залететь каким-нибудь супер-пупер-гиперчарджем. Ну давайте залетим, надеюсь, что он выживет. Залетаем мы с вами на лесных жителей. И противник, да, чардж у нас тут, конечно, не супер-пупер, но противник начинает колеблеться. Колебаться. Мы с вами сейчас попытаемся отойти обратно, как-то его выманить, потому что им-то отступать уже некуда, им, по сути, наплевать. И они тут могут нас без проблем спокойненько раскидать. В общем-то, придется только вот вручную, таким механическим способом, брать и добивать его и в копейщиков 27 человек. И наши оставшиеся братюни тут еще немножко ползают. В общем-то, мы с вами просто сидим тут, 8 человек, видите. Ну все-таки хотят сражаться до победного, до конца. Шестерочка уже осталась. И селяне-общинники, там 28 человек. Да, веселая битва. Как обычно работает закон, даже не знаю, стримера, летсплейщика. Как только ты начинаешь снимать, у тебя начинается какая-то лютая лажа. Противник получает лютые трейты, анчи. И все-таки, ну что, добьем мы с вами их или как? Давайте, отведу я своего полководца. Вот не хочу. Так и знаю, что в последний момент, в последний момент они заберут моего генерала, как это было вот в тот раз. Ну и что, селяне-общинники, 7 человек прям уперлись. Прям вот они хотят драться до последнего, до конца. Ну давайте, 4 человека. Тут вообще один парень, лесные жители остались. Я реально думаю, что это какой-то баг. Потому что все это выглядит очень странно. Мы уже с вами площадь захватили, лесной житель тут один по нему. Посмотрите, все просто стрелы. Героический лесной житель, что можно сказать? Погибает он в неравном бою. Двое селян-общинников осталось. Город наш, город захвачен, ребята. Просто жесть какая-то. Каким-то чудом мы с вами захватили город. И еще, допустим, ко всему, где-то у нас тут с вами остался противник. Один. Один-одинешенька. Вой-копейщик. Хвала создателю. Мы победили. Память вашим слава живой. Да, до последнего стоял противник. Просто до последнего своего воина. Это, конечно, респект искусственному интеллекту, который проявил такую небаловажную удаль, ратную. И забил большое количество наших жителей. Ну, что поделать. Какая оборона, такое такое наказание. Мы с вами... Ох, конечно. Разграбить его можно. Давайте попробуем разграбить. Блин, жалко просто столько народу валить на самом-то деле. Что у нас с общественным порядком? Плюс 155. Хотя, в принципе, нормально. В принципе, все не так уж у нас и плохо здесь происходит. Так, сейчас один момент. Там... Стромхолдинг в этом я... Чуть-чуть-чуть потише сделаю. Чтобы он не так сильно орал. Наверное, еще вот немножечко... Еще немножко потише сделаю. Хорошо, возвращаемся. Мятеж станет врага. Задание выполнено. Чудские ополченцы находятся в нашей столице. Ну, этих ребятушек мы с вами... Если они сейчас не станут в гарнизон, они стали в гарнизон, мы их оставим, потому что платить сотку золотых за их присутствие, это, на мой взгляд, не есть хорошо. С религией, что у нас тут с вами надо будет нанимать священника? Конечно же, далее потсику мы с вами тоже поставим. Возвращаем низкие налоги. И наш 24-летний боец, княжич Святослав Давидов, ему надо придумать, куда идти дальше. Либо это будет Минск, либо это будет Дёрпт. Но мне, знаете, как-то больше по душе Дёрпт, на самом-то деле, потому что замок так просто у нас не будет валяться. Замок так просто не получится потом захватить. На замок потребуется большое количество войск выделять, ресурсов и прочего. Давайте мы с вами... Почему-то у меня строительство здесь вообще тоже не идет. А-а-а, там же нельзя, по-моему. После захвата поселения в первый ход никого не строить, не нанимать. Да, точно, точно, точно. Хорошо, в Белозере тогда что у нас тут с вами происходит? Могу нанять еще один отряд. И знаете, лучше я найму этот дополнительный отряд, потому что лучше платить 108 золотых каждый ход, чем потом придет туда половецкая орда, с ней начнется война, неприятности, какие-нибудь, там, не знаю, казусы и прочее, прочее, прочее. Лучше пусть они видят, что у меня там армия сидит такая нормальная, понимают, кто здесь батька, и сидят и сосут свои половецкие кумысы. И все, пока я тут буду решать судьбы Европы. Так, ну, с княжством литовским у нас испорченные отношения, но я не думаю, что Литва прям сейчас возьмет на нас, будет нападать, скажет, ай-яй-яй, Новгород какой-то нехороший, давай-ка мы с тобой тут повоюем. Нет, мне тут тоже не надо, им, естественно, у них только один замок. Дип отношения с королевством Венгрия предлагает нам тут задание. Не вопрос, поговорим. Сводка новостей. Персонаж получил новый анч, Доброгост, море, завершение строительства в Пскове, грунтовые дороги и объявление войны Кордовских, Халифат, Португалия. Мы же с вами что делаем? С вами берем просто большую часть нашей армии. Это прекрасно, лучников, наверное, оставим. Переводим их на север. В Полоцке, кстати, падает общественный порядок. Блин, надо было кого-нибудь туда все-таки оставить. Давайте, пусть это будут ратники наши. Пусть они туда идут потихонечку. Здесь же пойдем на объединение армии. Нанимать пока что никого я не могу, зато построил грунтовые дороги. Я думаю, все нормально будет у нас в Полоцке. Строим, уже начинаем строить новые здания. Плюс нанимаем еще карнизон дополнительный. В Новгороде выводим лучников. Да, выводим лучников тоже на поддержку. То есть у нас сейчас центр, такой хороший центр по найму войск, это Новгород. Единственный нормальный центр, который мы с вами можем взять. Купечество нам приносит 97 золотых. Уже неплохо, в принципе. И нанимать я здесь могу еще там потом нанять. Но я думаю, сейчас мы с вами пока что будем сохранять денежки для нашей экономики. Даже влепить вот эту зурную башню, но всякий пожарный. И наш лазутчик сейчас посмотрит, что там Литва делает. Не пошла ли она на Ригу? Нет, вроде не пошла. Далее, еще нам необходим дополнительный лазутчик, чтобы проверять, что там происходит на территории. Давайте мы с вами сохранимся. Первая серия. Серия. Первая серия. Что у нас там происходит на территории Владимира Суздальского княжества? Как бы они и соседи нам, и вроде друзья, но на самом-то деле, нифига они нам не друзья. Уже в пути. Ладно, второй отправляется у нас поближе к Сельджукам. С ними тоже начнем торговать. Хотя я не думаю, что с этой торговлей я поимею какой-нибудь там большой прекрасный процент. Хорошо. Ох, Орда Половецкая. Ребята, чует мое сердце Диодантова, что эти братья степные нам устроят еще кучу приключений на Востоке, хотя я вообще не заинтересован в том, чтобы воевать на Востоке, чтобы там лезть в их степи, носиться за этими половцами кучу времени. Нет, нет, нет. Я лучше просто спокойненько там у себя на Западе. Вот мне ближе по духу Европа. Поэтому мы с вами идем на Дёрпт. Так, а что у нас там с Дёрптом-то вообще? Давайте посмотрим. Ну, гарнизон, они еще не нанимают все большие. Можно взять Хвасаду. Касаемо наемников, возьмем мы с вами еще Бродников на всякий пожарный случай. Переводим подкрепление. Они там будут сидеть пять ходов, потом наверняка попытаются дать какой-нибудь великий прекрасный бой. Да, захватила Гродно-Литва. Молодец. Мы же с вами здесь переводим в Полоцк еще армию дополнительную. И оставшиеся лучники переходят у нас в Псков. Экономика позволяет нам получать две тысячи, почти две тысячи золотых. Это при том, что мы... Давайте Чудских облаченцев распустим. Это при том, что мы с вами еще имеем такую неплохую армию. Относительно неплохую. Это я, скажем так, дал комплимент своей армии. И теперь в Полоцке ждем, пока достроится. В Пскове потом, естественно, пойдем в засады. Мне бы и конюшни себе получить. Какие-нибудь малые пять ходов они будут строиться. То есть, видите, здесь, пока ты получишь это здание, пока у тебя появятся войска, пройдет куча времени. То есть, это придется на самом деле тут так далеко глядеть, широко и хорошо. Сдаем ход. О, королевство Венгрии. Привет. Давай торговлю. Соглашайся. Можешь наш союз заключить, а? Давай союз. Отказ. Уфигасе щедрое предложение. И они отказываются. Ребятки, мы же великие новгородцы. Будем потом воевать вместе против киевлян. А с киевлянами, я чувствую, будут битвы вообще очень-очень веселые и такие-такие-такие-такие. И очень веселые и напряжные. И с Литвой тем более что-то мне подсказывает. Конечно же, хотелось бы Новгородом повоевать против европейских государств. Тю-тю-ть-фу. Не дай бог. А то мне игра, знаете, услышит и скажет потом. Да, Диодан, ты слышал, ты хотел повоевать с Европой? На тебе крестовый поход. Со всей Европой будешь воевать. Вот тебе и немцев хочешь бей, и англичан бей, и там даже и испанцы приползут со своей Испанией. Да, не-не-не, все-се-се, не надо. Я открещусь от своих слов. Потом, я думаю, нам еще предоставится возможность, сколько захотим, высадимся к шведам, повоюем с викингами, дадим им понять, что Рюрик был кем надо. Так, мы с вами... Ух ты же, блин. Правитель сдох-то. Правитель сдох. Неприятно, неприятно. Очень неприятно. А кто у нас новый-то правитель, интересно? Новгородский князь. Да? Ты у нас... А, правитель Новгорода, 26 лет. Нормально, парень, 26 лет уже правитель Новгорода, красавчик. Но это хорошо. У нас правитель такой несидячий был. Новый правитель, новый член семьи Вячеслав Новгородский. И что у нас там вообще с генеалогией? Кто скоро вырастет 8 лет, 3 года? Нормально. Сын у него есть. Это он еще установил добавок ко всему. Все хорошо. Главное, что есть, кому в Новгороде торчать. Тоже немаловажно. Тут у нас уже рыцари появляются, судимир гребенка. То есть получает благородство большое. Это все очень хорошо. 2356 золотых мы с вами доход уже имеем. Слушайте, это классно. Я думаю, что можно можно даже здесь нанять еще себе один отряд братишек. Плюс. Плюс, 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 плюс. Знаете, куда-нибудь сюда отправить бы священника, было бы неплохо. Давай еще просто взять, поставить тут эти дозорные башни для того, чтобы видеть, где кто вообще бродит, где что там делает. Ладно, вернем ее в Белоозеро. Выступаем немедленно. Тут вроде как, да, нейтральная у нас территория, но там где-то половцы сейчас сидят, и они скоро-то начнут все это дело захватывать. А мне это, естественно, не очень импонирует, и не очень мне хочется этим заниматься. Также мы с вами нанимаем священников. На священника тоже скупиться ни в коем случае нельзя. Ох ты, тут у нас 15% православия. Сами понимаете, религиозный бунт будет очень веселый. Здесь вообще 58% православия. Почему-то православие у нас тут, несмотря на то, что тусуется священник, очень слабенькое. То есть, слушайте, мне походу придется иметь тут такую арту знатную этих священников, чтобы они хоть что-то делали. Потому что в противном случае это все будет у нас печально. Ладно, сдаем 13-й ход. Все равно сейчас чего-то мега активного у нас не происходит. Но меня радует, что Полоцк приносит нам 1361 теницу золотых. Это хорошее поселение. Ну и Новгород хотя бы подальше. Еще желательно взять Смоленск. То есть, понимаете, у нас сейчас границы сильно растянуты. То есть, чтобы подтянуть подкрепление с Пскова, к примеру, к Белоозеру, пройдет но ходов пять как минимум. Равно как и на защиту Новгорода придется тягать очень далеко. А противник, если захочет напасть, он явно пойдет на Новгород. Я имею ввиду, если Владимиро-Суздальское княжество после Белоозера. Так, у нас тут насаждает поселение. Понятно, нехороший анч прилетел. Доклад о найме, доклад о найме. Отношения ухудшились с королевством Венгрии у нас. Берем себе священника и выставляем его, наверное, сюда. Второго священника заранее перекидываем туда. И берем себе еще одного дополнительного священника. В поле строительства в Полоцке что можно еще себе взять? Мастерскую, баллист, каменоломни, богатый терем. Давайте богатый терем возьмем. Лазучки тоже, глазки. Нам будут полезны, я думаю. В Новгороде появляется мятежная армия. Как-то я странно не построил Путсику. И в Ладоге давайте тоже богатый терем мы с вами влепим себе на всякий пожарный. Так, и братишка у нас тут обходит этих мятежников, чтобы у нас была возможность пройти. Плюс я могу еще одного священника себе взять. Вот этот поворот. Давайте возьмем. Плюс еще дополнительный гарнизон. И скоро там у нас скоро там у нас ребятки уже будут сдаваться. Точнее не сдаваться, выходить на бой. Поэтому мы с вами заранее туда подведем подкрепление, чтобы, ну так, чисто подстраховаться. И давайте проверим, чем занимается вообще сейчас Литва. Тут уже граница с Польшей. Кстати, к Польше можно тоже отправить нашего посла. Но сначала, естественно, мы с вами будем уделять внимание нашей великой Византии. Давайте вот просто ради теста смотрите. Тоггл фоу включим. Не потому, что я хочу узнать. Просто у нас это каким-то образом тут половцы оказались, половецкий каменный замок здесь и половецкий каменный замок там. И я так и не понял, в чем прикол. Либо я что-то в истории упустил, так конкретно упустил, что половцы у нас и там оказались, либо это... В общем, ребята, я думаю, вы напишите в комментариях, хотя сразу хочу заметить, что прохождение будет выкладываться тогда, когда уже все серии по нему записаны. То есть, когда уже прохождение полностью завершено, то есть, ваши советы, ваши комментарии я бы с радостью прочитал, но... Точнее, я бы их привнес в свое прохождение, но увы-увы. Связано это с одной причиной. Мне проще писать вот так вот нахлебом, чтобы это все дело не растягивать, чтобы знать, что у меня есть резервные серии, условно говоря, и... и чтобы я знал, что это прохождение точно закончится успешно. Если оно закончится неуспешно, то я его, соответственно, не выкладываю. То есть, вы можете понимать, что все у нас будет окей. Еще раз охота на волков идет. Идет охота подбрасывания с вами сюда. 20% православия. Не, в принципе, священники молодцы. Из Полоцка тоже мы с вами выводим братюни. В Пскове нанимаем себе... А, все, священники закончились. Доклад о нами. Типс, сведения с Республикой Венеции и Византии начала войну. Ну, понятно, там, наверное, за Ироклеон какой-нибудь воюет. И теперь мы с вами... Опа, Адрианополь, привет. Уступает нам Византия, хорошо. Следующая цель твоя, братан, это отправиться на территорию Польши. Смотрим, что по экономике. 10 тысяч дохода. Очень даже неплохо. Купечество 119, сельское хозяйство, торговля 1122 приносит. Ну, уже тоже неплохо. И коррупция 3247. То есть, коррупция нам тут пока что играет только на руку. Хотя, вы сами понимаете, что коррупция, она, по-моему, даже вот, по-моему, 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 в Руси ванильного медивола она потом проявлялась в каких-то невероятных размерах. Ну, типа, коррупция всегда была на Руси, все дела. И, кстати, к нам идет Владимирский гость. И он нас очень хочет разорить, насколько я понимаю. А я, как бы, с ним общаться не очень-то и хочу, поэтому пойду-ка я, наверное, на север куда-нибудь, подальше от этого гостя, чтобы чувствовать себя поспокойнее. Здесь нашему гостю никто не мешает. Не, он медом торгует вообще по красоте. Хорошо. В идеале было бы его там на юг к рабам отправить. Насколько я помню, в Крыму можно было торговать рабами. Это вообще неплохой такой источник дохода был. Но пусть сидит, торгует медом. Бортевой мед, то наверняка какой-нибудь веселый. Пока был в Башкирии, там очень хорошо рассказывали нам про бортевой мед и вообще про способы добычи меда и про пчелы Пурзианского района. Очень интересно было. Но там туристов, конечно, пытаются постоянно обмануть в этих лавках. Какой-то мед там вообще непонятно. Я-то в медах особо не разбираюсь, а вот батя мой шарит. Батя мой хорошенько может проверить. И сказал, что все это лажи, конечно, рассчитаны на туристов. Такое оно. Так, король Испании мертв. Хорошо. Далее, новое задание сельджукским султанатом. Ну, давайте тогда мы с вами отменим Польшу. Пойдем в гости к сельджукам. Окей, персонаж получил новый трейд. Уметь считать, это кто? Это ты вообще замечу. Слушайте, 99 золотых уже приносит нам. Красавчик, братан. Так, тут черт с камня вроде свалил. 59 золотых. Но нам здесь 57 золотых, знаете, тоже неплохо. Посидеть так. Надо следить за нашими торговцами. Наем агента в полоцки купец. Давайте мы с вами отсюда его выведем. Купец у нас вот такой. Купец, пипец. Куда его можно отправить? Янтарь. Стоп, 15. Стоп, а ты сколько будешь получать тут? А ты тут будешь 230 получать. Ну, ладно, мы с вами может быть и этого товарища тоже неплохо прокачаем. и нам купечество уже 272 приносит. Далее, меня еще очень сильно волнует вопрос с моими священниками. То есть, как бы, они тут все стоят, но я не вижу эффективность их работы, чтобы там прям работа кишмя кишела этих священников. Также нанимаем мы с вами тут дополнительные все войска, и у меня внезапно пошел саундтрек из Стархолда Крусейдер. Нанимаем нормальные войска, будем их перебрасывать потихоньку на восток, забивать там постепенно наши гарнизоны. В Ладоге тоже есть возможность взять себе купца. Давайте возьмем еще гарнизон, тут небольшой князь ладожский, и еще берем себе лесных жителей. На следующий ход у нас будет битва с мятежным генералом, насколько понимаю, надо будет ее провести максимально корректно, при том, что там войска-то вражеские будут бежать далеко не сразу. Сами понимаете, там еще и полководец меня напряг, если честно, этот баг, то ли баг, то ли фича, с тем, что войска так сильно пугались противника, либо как-то мораль тут воздействует. Странно, но вроде битвы я проводил, да, я проводил битвы же на повышенном уровне сложности, и как-то все было нормально, а не так, что они только завидели противника. Господи, как страшно-то, какие ужасные там отряды. Ну, сейчас мятежники будут выходить, по-моему, влепился у нас джихад на Иерусалим. Скоро начнутся приключения веселые, да, так и есть, выходит мятежный генералиссимус, который, кстати, генералиссимус, там четыре у него авторитета, Бьерн Биргерсон. Слушайте, там прусская конница вообще-то еще стоит. Там скандинавские мечники есть, там разбойники-викинги, как бы, и прусские топорники. Чувствую, у нас тут сейчас с вами будет битва. Давайте, конечно, сохранимся на всякой пожарной, потому что битва у нас, чувствую, будет вообще очень веселая. Сохраняемся. Ну, погнали, погнали сражаться. Да, там братьюня, я смотрю, очень серьезно настроен, тем более, что еще кавалерия в добавку всему у него там стоит. Да, начал, конечно, литвы окаянный, беззаконный, проклятый, немилосердный троид. Так, ребята, стоять сразу на паузу ставим. Иначе сейчас все это дружное братье как бы выскакивает. В общем, мы с вами построим наших лучников. Благо, лучников у него не так же много. Войв с самострелами мы с вами подводим. Дали нашу кавалерию. Ох, у меня один вопрос. Кто из наших войск будет вообще всю эту всю эту прекрасную компанию сдерживать? Явно не вот эти вот братьюня. Мне кажется, что они там ничего не смогут сделать против них. Ладно, бог не судья, мы с вами их заранее сюда подведем. Плюс, наверное, вот этих надо будет выделять в Control 3. Этих же, чтобы они единым таким фронтом стояли. Плюс, ну, максимально придется нам с вами использовать своего генерала. Насколько я понимаю, просто по максимуму. Только за счет генерала здесь у нас что-то еще может получиться. А, у нас есть еще вой с бертышами. Вот они вместе с лесными жителями будут укреплять наш паровой фланг. То есть, генерал там что-нибудь на левом попробует поделать. Наш вой с самострелами по прусским копейщикам. Сейчас попробуют отстреляться и по прусской коннице. Все, приступают наши войска к обстрелу. Копчаки тут все эти высовываются. И вой, 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 и вой, пока что никого не видят. Хотя наши лучники уже кто-то там стоит на позициях. Кстати, 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 эти братья не могут тут нам доставить кучу неприятностей. По факту. Я думаю, что лучше эту конницу перехватить как-нибудь. Да, слушайте, они прям хотят пойти в атаку. Что, вот это отчаянно, парни. Охрана полководца просто берет и врывается на наш охрана полководца. Может, это ошибка с их стороны будет очень большая. Сейчас завяжем мы с вами конницу прусскую боя. Воев самострелами отводим обратно. Кто там у нас? Бродники крутые ребята. В общем, отправляемся мы с вами на борьбу с охраной полководца. Из прусской конницы тяжело. Видите, сейчас погода как ни подфартила вообще ни черта не видно. Блин, прусская конница атакует наших воев самострелами. Блин, видите, упустила я, конечно, тот момент. Но с генералом ближняя дружина там сражается. Охрана полководца отводим мы с вами обратно, потому что мы же прусские копейщики, а вот с этими товарищами я точно встречаться в ближнем бою не хочу. Ну что, прусская конница плохо мы с вами тут раскидали. И часть наших лукарей уже отступает. Теперь вой с бердышами. Настал ваш черед, выход на разбойников викингов. Генерала мы с вами отводим. Здесь ополченцы с копьями сражаются. Мы сейчас попробуем на них тоже выйти. Ну и лучниками там что-то поделать, понаделать. И вой с самострелами просто берут и отступают. То есть, видите, боевой дух у них слился практически за секунду, можно сказать. Хотя они вернулись. Вернулись они обратно в бой. Хорошо, красавчики. Генерал, да, супер-пупер просто отступает от нашего войска. Генерал там с кем-то завязался в ближнем бою. Я даже не понял, кого он так потерял свои войска. Что вообще за бред происходит, ребята? Что происходит? Давайте мы с вами поставим на паузу. Я просто потерял, честно говоря, контроль над полем боя. Просто потерял контроль. Где мы его и с бердышами? Что они там делают? Надо попробовать хотя бы по этому флангу долбаться. Здесь вроде все пока что стоят они. Хорошо, мы с вами сейчас генералом попробуем хоть что-нибудь сделать. Досадно, что не смог я выбить вражеского генерала, конечно же. Так бы было чуть-чуть попроще. Силы равны. В общем, мы с вами сейчас воев с бердышами просто попытаемся с тыла накинуть. Стойкие ребята тут у нас стоят. Вообще без проблем. Где-то там кто-то носится. Прусская конница. Я все понял, где она носится. Ставим на паузу. Еще раз мы с вами проверяем, где наши лесные жители. Как они тут будут идти по флангу. И его и с бердышами вдобавок ко всему. Пока что это наиболее крутые войска у нас. Опа! Прусские топорники уже побежали. Отлично. Но там наши войска, часть тоже убегают. Убегать начинают. Но мы с вами сейчас начнем. Походу у нас происходит такой, знаете, обмен флангами. Они мне прорвали здесь фланг. Я им прорвал другой фланг. Окей, но все равно половина армии там была потеряна. И что у нас здесь? Ополченицы с копьями на марше. Отправляем на них воинов с бердышами. Тихо, тихо. Генерал, генерал. Спокойней, спокойней, братан. Мы с вами должны на скандинавских мечников чем напасть. Я думаю, что они там неплохо так понарубали. Так, произошла встреча воев с бердышами. И наши братья не с самострелами там что-то делают. Очень веселые, русские копейщики еще есть. И у нас один отряд. Ой, да, ребята, вообще в такой в такой блин, снежной завесе сражаться очень тяжело. Но противник пошатнулся. Хорошо. Осталось дело за малым. То есть там у нас там у нас наша любимая русская конница бродит, ходит. Так, стоя. Что у нас с генералом? Где он вообще? Сражается он или нет? Непонятно. Несет потери, вижу. Так, и колеблются у нас ополченцы. Хорошо. Сейчас мы с вами попробуем тут... Тихо, 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 тихо. Печенеги это наши. Блин, печенеги так выскочили, что я, честно говоря, испугался этих печенегов. Так, остается у нас, получается, там генеральский отряд где-то вдалеке, я вижу. Охрана полководца. Сейчас с ней попробуем добить. Далее. Далее еще прусские копейщики. Где-то здесь у нас несутся селяне-общинники. Нет, ребят, ребят, сейчас вы опять испугаетесь у нас. Да, вы и копейщики там тоже начинают убегать. Может быть, воевь с самострелами стоит там довести. И где-то тут у нас генеральский отряд противника носится. Прям носится он, носится как-то... За кем же он там носится-то? Что-то не могу понять. Генеральский это отряд или нет? Да, генеральский отряд у нас тут носится за нашими войсками собакой. Все просто берут и убегают. Ну, посмотрите, что творит, а? Шайтан такой ублюдочный. Ладно, мы с вами сейчас подведем к нему подкрепление наше. Сможем, надеюсь, помочь своим войскам. А где наши тут против... А, как раз они сейчас пойдут на встречу с генералом. Если ничего не изменится, мы победим. Ну, кстати, могут убежать. Разогретый, колеблющийся... Да, вы видите, как просто берут и теряют моментально свой боевой дух. Не знаю, что за фигня такая. Опа, там на нашего генерала какая-то идет атака непонятная. Ополщенцы с копьями на него выходят. Тихо, 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 тихо. Отводим мы с вами обратно нашего генерала. Не дай бог, он сейчас погибнет. Ребята, 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 отступаем. Отводим мы с вами нашего генерала отсюда спокойно, без проблем. И сейчас вся эта толпа... Сейчас вся эта толпа должна будет погнаться вот за этим парнем. За охраной полководца вражеской, которую вроде как даже и перебили. Так, генерал отходит у нас по-быстрому. Вообще, видите, снежная битва. Черт из два, я там видел, конечно же. Так, отряды наши некоторые бунтуют. Ну что, генерал, охрана полководца уверены в себе, такой красавчик. Хвала Господа! Убили мы с вами полководца вражеского в какой-то веке. Отлично. Отлично. И теперь дело за малым у нас. Взять и разбить вот здесь отряд прусской конницы. Спасти своего генерала. Это во-первых. Во-вторых, наши вуи с бердышами вообще молодцы. Надо потом чекнуть лог битвы. Мне кажется, они там нарубали очень даже и неплохо. И лучники, печенеги сейчас пойдут на прусских копейщиков. Забираем мы с вами их тут. Влетела на нас прусская конница, начинает убегать замечательно. Далее, следующая цель у нас это прусские копейщики. А вот у железных жителей мы с вами сейчас поведем на разбойника викингов, которые тоже начинают колебаться потихонечку. Я думаю, что можно уже ускорить ход битвы. Надеюсь, что до генерала никто у нас тут не дотопает. Вой с бердышами пришли в атаку на прусских копейщиков. Все. Я думаю, сейчас тоже начнут убегать. Отлично. Не, вой с бердышами меня прямо в этой битве очень сильно порадовали. Очень сильно. Тогда мы с вами подводим генерала сюда. И что делаем? Ну, дело-то за малым осталось. Просто найти те отряды, которые не убежали еще. Понимая, что тут один всего отряд, ополченцев с копьями остался. Генерал мы с вами подстрахуем. Всякий пожарный, да? Дай бог он тут у нас погибнет. И что, снежная битва закончилась? Да неужели? Как только битва моя завершилась. Безоговорочная победа, давайте посмотрим. Вои копейщики, вои копейщики, бродники, вои с бердышами. Потеря нанесена 70. 74 бродники и ближняя дружина. Ну, на мой взгляд, очень даже неплохо повоевали наши войска. Что еще тут можно сказать? Да, на мой взгляд, достойно все это было проведено. Ладно, друзья, давайте на этом закончим нашу серию. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ах, мы с вами уничтожаем всех жителей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok